Продолжаем движение. Вторая серия Москва-Тюмень. В этой серии эта серия закончится примерно не доезжая километров 50 до Вязников в объезд Владимира. Но по мере приближения к более-менее крупным населенным пунктам буду комментировать и подключаться и что-то комментировать, если будет интересным. Сразу постараюсь сейчас ответить на те сообщения, которые поступили, к сожалению, очень не хватает времени. Какая-то катастрофа. Во-первых, не поступило претензий со стороны Ютуба за использование гимна в начале серии. И это радует. Посмотрим, что будет дальше. Максим Ефремов написал. Поедите как-нибудь по этому маршруту в дневное время. Имеется в виду Москва-Тюмень. Ну, должен сказать, что уже в этой серии, в этом сериале, в этом маршруте движение будет проходить практически только в светлое время. Будет возможность, то проведем съемку и в зимнее время, в зимние условия движения, планов громадье. Так, Сергей из Мурома написал. Тысяча сто километров, это несерьезно. Я так понимаю, Владивостока можно не ждать. И Россия из окна поезда тоже. Жаль, хотелось бы посмотреть на простор Сибири из окна пассажирского. Новый Оренгой, Нижневартовск, Москва. Ну, я бы не был так пессимистичен, так категоричен. Я уже как-то объяснял, по-моему, рассказывал, что выбор маршрута это прерогатива заказчика. Поэтому выбирать маршрут, куда ехать, мы можем только из того перечня, который предлагает заказчик. Тысяча сто километров, это несерьезно. Ну, я бы не был тоже так вот категоричен проехать по дорогам России. И тысяча сто километров. Но если не считать, например, центрального федерального округа, то почему? Можно посмотреть и тысяча сто километров. В общем, Сергея Измурова, не будем пессимистичны. Надеюсь, увидите и Якутск, и Хабаровск. Даст Бог и Магадан, и Мурманск. Вот такое есть в намерениях. Но все зависит от того, какие будут заказчики. Максим Ефремов написал, охота увидеть маршрут через Самару, Оренбург, Орск, Челябинску. Ну, надо будет по карте посмотреть. Если будет что-то в этом направлении, то будем иметь в виду. Александр Седьмой написал, не люблю по вашей улице ездить из-за скоростного режима. Вроде и полотно хорошее, а скорость ограничена до 40. Да, было время, Александр, когда в Борисовские пруды была свободная улица, можно было без проблем передвигаться. Но вот как только соединили с Люблинкой свой издам на МКАД, ситуация резко поменялась. Многие автомобилисты сворачивают возле южного порта или южный двор. Вот. И, значит, через Борисовские пруды на Кошерку. Дорога, уже колейность появилась на прудах. В общем, превратилась в такое магистральство своеобразное. Мне тоже не очень нравится по ней ездить. Ни днем, ни ночью. Потому что движение там просто отвратительное. Я имею в виду, плотное, очень плотное. И фуры там уже гоняют. И все, что хочешь. Ядро, ядро написал. Что-то оконцовка мне не понравилась. Это Москва, Сургут. С автомойкой сразу машина перед домом стоит. Так Сургут и не посмотрел. Непонятно, почему я смотрел. К сожалению, или видеорегистратор не включился. Валентин тоже расстроился. Что от автомойки до финиша не было. Видео. Что-то было с видеорегистратором. Потому что он был уверен, что съемка была проведена. Но я проверил жесткий диск. К сожалению, сразу после мойки. Печально, конечно. Печально. Теперь попробуем проискать по дороге голубую фуру. И узнаем, бегали ли мы, не бегали. Так, в отношении следующего маршрута я сделал объявление. Значит, во-первых, обещание свое выполнил. Это безусловно. Так, ну тут много комментариев. Вот я уже вижу, один кандидат есть на получение бонуса. Пока один кандидат. руководителями нескольких групп вконтакте. По поводу рекламы нашего канала на YouTube. Видеодорог Россия по размещению рекламного поста, привлечению подписчиков. Посмотрим, чем закончится. проезжаем Киржач. Такой маленький, небольшой городок на трассе М7. Впереди километров. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. На самом деле уже до границы с Владимирской недалеко. Недалеко, впереди километров через пять городок. Покров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подъезжаем к городу Покров. Двигаемся по улице Ленина. Довольно крупный населенный пункт. Довольно крупный город. Алло. Сейчас, минутку. Алло. Да. Да, что там за съемка была? Интересно, есть ли следы наших подписчиков? Слышишь? Которые могут помочь создать какой-нибудь короткий ролик. Пока даже идей и мыслей никаких нет. Как должен быть... Обрабатываю видео, вторую серию. Секунд на 30, может быть, на минуту, который мы сможем, который будет рекламировать канал. Мы сможем договариваться с различными... Ну, это Покров. Ты подъезжаешь к Покрову. Да. Ну, возможно, невозможно, скорее всего, платить им... Ну, вот, надо скорее заканчивать эту серию. Нет времени категорически, просто жутко не хватает. Работать, приносить свои... Туда, туда, дергайся, дергайся. ...привлечению подписчиков. Так, какой? ...увеличению просмотров и так далее. Кошмар какой. ...чтобы показать всем... Ну... ...состояние... ...это Женка, наверное. Я не знаю, мне кажется, вот пока в голове крутятся мысли сыруй совсем. ...сырой материал. Может быть, взять из нашего... А, ну, помимо. ...и еще у вас видео какие-нибудь красивые кусочки, отрезки. И создать... ...видео. Может быть, это какой-то... ...фото, видео, как слайд-шоу. Ну, там же... ...сделать. Да. А, может быть, не из наших. А они вообще уже такой... ...нюх потеряли, что ли. А, ну, какие-то видео в интернете найти, состряпать такой... Да, ну, что такие это самое... ...там, выше... ...в общем, если есть желающие... Ну, нормально тогда будем считать. Пучка короткая. Ну, зато будет, наверное, видео из окна поезда, какие-то там... ...ребята вот ожидают... ...из окна поезда. Пусть такие будут нормальные. Ну, вот сейчас обрабатываю, записываю аудиодорожку... ...ко... ...ко второй серии. Вот. ...эээ... 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 ...компьютер. Закимини-компьютеры есть. У них хорошие характеристики. Мы с Ломом разговаривали, надо будет его подключить и... ...лун, лун. Китайцы. О, слушай, может ты его ту самую загребешь с собой? Это везде я... ...с остановками на ночле в Казани. Ну, да. Первый день, второй день в Екатеринбурге. Ну, и дети уже... ...проехал, да, его? Первый день у нас длинный получится. А второй, третий, там расстояние поменьше. Покороче. Сделано специально для того, чтобы... ...потвещение. А, ну понятно. Ему старт нужен этот. Не нравятся ночные съемки. Он сделан и специально такой маршрут построен, чтобы... ...снимать только в светлую видницу. Алло. Ну, связь пропала. Алло. Всё было видно. А, понятно. Так, ну, я посмотрел ВКонтакте. Ну, что, замечательная эта смена кадров, когда погода резко меняется. Вот. Да, видел, да. Ну, вот я сейчас сделаю объявление во второй серии, что... ...конкурс на определение маршрута заканчивается, потому что те, кто... ...подписался ВКонтакте на нашу группу, уже определили местонахождение. Вот. Вот. Нет. Говорить не буду. Вот. Ну, в общем, подвожу... ...это... ...подвожу черту... ...под конкурсом. Вот. Следом у нас такой... ...боль меня не большой... ...это твой комментарий сейчас на трассе. Ну, там, по-моему, уже как раз-таки и находятся на границе... ...воскорской... ...владимирской... ...владимирской областей. Да, нет. Правда. А? Слышал? Нет. Ну, ты что-то комментируешь там, про Владимирскую область. Я тоже не раз слышал это вот по телефону. Вот. Так, ладно, я на... А? Ну, зачем? Я пишу аудиодорожку с твоими комментариями из салона автомобиля. Вот. Записывается мой комментарий и твой комментарий с видеорегистратора. Да. Вот. Сейчас как... Вот. Лобовое стекло... Лобовое стекло чистое. А ты чем поливал? В следующий раз будешь брать вот это. Ага. Этот... Оттаяло, нет? Этот, какая температура двигателя? Опасность. 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 Ограничение 50. Ну, посмотри, может быть есть смысл целлофаном закрыть радиаторную решетку, чтобы двигатель сильнее прогрелся. Если дело вот в этом... В этот... В трубках омывателя. Просто это имею ввиду. Так, ладно, я пока закончу. Нужно это самое тут наложить аудио. Посмотреть, с какого момента начинать. Я позвоню еще. Ага. Да. Так, повторяю, что конкурс на угадывание маршрута закончился, потому что, находясь... Те, кто отслеживает группу ВКонтакте, уже догадались, смогли вычислить выполняемый в данный момент маршрут. Вот даже здесь, вроде еще в Московской области, находимся недалеко от Москвы, но белые на трассе уже не ловят. Сеть еще телефонная более-менее есть. Обращаясь ко всем подписчикам канала Видеодорог России, все, кто желает практически в реальном времени наблюдать передвижение Валентина по трассе, Можете ВКонтакте это наблюдать, это делать. Он выкладывает очень короткие ролики о состоянии трассы в реальном времени. Ну, может быть там с задержкой 3-5 минут. Но вы можете, подписавшись на ВКонтакте на наш канал, смотреть эти короткие ролики и фотографии с трассы практически в реальном времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то не могут определиться, когда он был основан. Население растет. На 2018 год составляет 357 тысяч 24 человека. Национальности русские, украинцы, татары и другие. Эднохроним. Владимирцы, Владимирец, Владимирка. Впереди город. Ограничение 60. Город в древней форме, употребительной и вкусной речи и по сей день. Володимирь. Нежеское имя. Володимирь сочетается с предвижателем суффикс. Там твердый знак. Я не знаю, как он называется. В прошлом употреблялись также варианты Владимир на Клязьме и Владимир-Залезский. Что было связано с существованием одноименного города в Юго-Западной Руси. Владимир-Волынский. Опасность. Ограничение 40. История. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. В основании князем Владимиром города, названного его именем на реке Клязьме. Около 1108 года. Возведение крепости Владимиром Мономахом. В 1157 год. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Выжгорода. И превращение Владимира в столицу Северо-Восточной Руси. В 1176-1212 годы. Книжение Всеволодов. Большое гнездо. Расцвет Владимира. 1238 год. Взятие и разорение города Монголо-Татарами. 1243 год. Владимирский князь Ярослав Всеволодович признан старее всем князем в русском языце. Яцвецед. Владимир становится столицей русских земель. 1263 год. Смерть Владимирского князя Александра Невского. И окончательное разделение северо-восточной Руси на самостоятельные куделы. Наступил 100-летний период борьбы за Владимирский. Отлепить. Или как княжеский стол между сильнейшими и северо-восточной Руси. Я угадал, я угадал, я угадал. 1299 год. Перенос кафедра русского митрополита из Киева по Владимир. От московского к Суздальска к Нижегородскому княжеству. 1362-1363 годы признание Суздальска к Нижегородским князем Дмитрием Константиновичем первенства прав на Владимир Московского князя Дмитрия Ивановича. Окончательный переход Владимир во власть к московским князьям. 1389 год. Владимир впервые передан по наследству от московского князя Дмитрия Донского к его сыну Василию. 1395 год. Перенос Владимирской иконы Божьей Матери в Москву. 1491 год. Строительство новых городских укреплений на городских валах. 1609-1614 годы. Набеги на Владимир войск польско-литовских интервентов. 1719 год. Образование Владимирской провинции. 1778 год. Образование Владимирской губернии и наместничества. 1861 год. Строительство железнодорожного вокзала во Владимире. 1929 год. Владимир вошел в состав Ивановской промышленной области. 1944 год. Город стал центром Владимирской области. 1960 год. Строительство постоянного моста через Клязьму. 1973 год. В городе образованы районы Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский. 1980 год. Численность населения достигла 300 тысяч человек. 1987 год. Строительство автодорожного обхода города в составе трассы М7. Первые люди стали появляться на территории, которую занимает современный город около 34 тысяч лет назад. В эпоху Палеолита. О чем свидетельствует открытие на правом берегу реки Рвень. Стоянки Русаниха. Каменные орудия труда, которые схожи с теми, что были найдены на стоянке Сунгирь, расположенные в 8 километрах к востоку от Русанихи. В 6-7 веках эту территорию осваивало Волга, финское племя Меря. В 7-10 веках на холме, где позже был построен Успенский собор, существовал Мерянский поселок. В 9-10 веках сюда стали проникать славяне, в частности, Кривичи. В настоящее время в литературе указывается... Впереди город. Ограничение 60. ...в 1108 и 990 годы. В советский период было установлено, что Владимир был основан князем Владимиром Мономахом около 1108 года. Соответственно, 850-летие города отмечалось в 1958 году. Этой датировки придерживался и беднейший специалист по Владимирской археологии Николай Воронин. В 1990-х годах Владимирские краеведы высказались за перенос даты основания города... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Приводится известие ряда поздних летописных источников. В 2016 году исследователь Владимира Суздальского зодчества, академик Сергей Закраевский опубликовал исследование... Историческая топография до монгольского Владимира... ...посланного Даниилом Борисовичем. С ростом московского государства Владимир переходит в разряд рядового провинциального города. Подъезжаем к городу Лакинск. В 1565 году после разделения царем Иваном Грозным русского государства на Апричнину и земщину город вошел в состав поселений. В 1614 году окрестности города были разорены войсками литовского авантюриста Лисовского. Согласно токтажке и переписи населения город составляло всего около 600 человек. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. В 1861 году открыто движение по линии Москва-Владимир-Московско-Нижегородской железной дороги. С декабря 1858 года в городе начал действовать телеграф. В 1866 году окончено строительство водопровода. В 1887 году появилась телефонная связь. 5 декабря 1980 года... Впереди камера. Ограничение 40. Согласно первой всероссийской переписи... Переписи населения в 1897 году в городе проживало 28 479 человек. Русские, поляки, малоросы, евреи. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. В 1887 году по линии Москве-Крулинули то, что есть за 766 года. В 1899 году появляетxis по линии Москва-Нижегородской железной дороги. В 1250 году появится телефонное место мобильный пост ТПС. Ограничение 60. В европейской части страны в 1941-1945 годах в городе располагалось в общей сложности 18 эвакуационных госпиталей. Жители города сдали около 40 тысяч литров крови. В 1944 году была открыта Владимирская областная библиотека имени Голькова и организована концертное эстрадное бюро. Позже областная филармония. 20 мая 1950 года в состав Владимира вошли бывшие села Доброе и Красное, что значительно увеличило территорию города. В городе создаются крупные предприятия машиностроительной, металлообрабатывающей, электротехнической, приборостроительной, химической и легкой промышленности. В городе создаются крупные предприятия. В 1960 году закончили возведение арочного железобетонного моста. Это первого постоянного моста через Клязьму, что позволило приступить к строительству жилого района загородного больничного центра на правом берегу реки. В 1971 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в апреле 1973 года Владимир получил новое административно-территориальное отделение. В городе были образованы районы Ленинский, Октябрьский, Фунзенский. 30 мая 1971 года состоялся первый рейс электропоезда Владимир-Москва. В начале 1970-х годов Владимир стал одним из туристических центров Золотого кольца России. В 1972 году на юго-западе города был заложен крупный лесной парк. С 1979 года парк «Дружба». Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. На рубеже 1970-1980-х годов создан парк во Фрунзенском районе. По 1980-е годы активными темпами велось жилое строительство. В основном в юго-западном и восточном районах города. Начиная с 2012 года население растет. Из достопримечательностей Золотые ворота выдающийся памятник древнерусской архитектуры, построенный в 1164 году при Владимирском князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонных целей, ворота имели и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. В 1992 году включен список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще из достопримечательностей Успенский собор. Дмитриевский собор. Водонаборная башня. Памятник Владимирской вишне. Забавный такой памятник. Вишенка. Две вишенки на тарелочке лежат. Городская дума. Исторический музей. Костел. Католическая церковь конца 19 века. Музей природы. Планетарий. Торговые ряды. Троицкая церковь. Центральный парк. Владимирский централ. Тюрьма, основанная при Екатерине Второй. За более чем двухвековую историю была местом заключения многих известных политических и военных деятелей. Деятелей науки и культуры. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Дальше у нас за Владимиром будет более-менее крупный городок Ковров. Но он останется немножко в стороне по левую руку. Слева по ходу движения. Ну, чуть попозже о нем. Пока посмотрим, что-нибудь ответили нам. Впереди мобильный пост ТПС контроль скорости. Ограничение 60. Нет, ничего нам не ответили. По поводу рекламы. Впереди мобильный пост ТПС контроль скорости. Ограничение 60. Ограничение 60. Терять. Там, короче, не намного. А в городе на этих скотофорах потеряем прилично. Там, где разрешен обгон. Это объездная дорога Владимира. Впереди опасный перекресток. Ограничение 70. 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 так ехать нам осталось 650 километров 654 это без балла 9 часов показывает будут еще остановки на заправку посложный на отдых салон а и и и а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошлый раз Казань нас встретила... Нижняя и Казань в июле... Встретили нас... Таким... Таким... Дождем и ливнем... Припарковался... Вроде более-менее нормально было... Дождик капал... Утром... Утром... Прохожу... Воды по щекотку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте пока медленно едем Попробуем про Ковров Город Ковров С 1778 года Административный центр Ковровского района Владимирской области Город областного подчинения Кромно-железнодорожный узел на линии Москва-Нижний Новгород Население на 2017 год Падает и составляет 138 552 человека Впереди мобильный пост ТПС Ограничение 90 Находится во Владимирской области Глава Зотов Анатолий Основан в 1157 году Первое упоминание тоже в этом году Городом является с 1778 года Население падает Это нахронен Ковровчане Ковровчанин Ковровчанка История Села Шашова Или Шашева Ныне в черте города В разработках Гравия в июне 1938 года Был обнаружен могилой Индоевропейцев Хатьяновской культуры Датированный началом Второй четверти Второго тысячелетия До нашей эры В четырех разрушенных погребениях С охранившимися костями человека Были найдены три Сверленных топора Два кремневых И два костяных орудия А также остатки кошка И точильный камень Согласно ничем не подтвержденному преданию Поселение На месте будущего Коврова Было основано В XII веке На берегу Клязьмы Клязьмы Великим князем Юрием Долгоруким Это место окрестили Древней Древней Елефановкой По имени Сверолова Елефана Одного из первых поселенцев В 1886 году Легенда была изложена Ковровским священником А.Г. Радугиным В газете Владимирские Губернские ведомости Но при этом Вероятно из-за Типографской опечатки Деревня была названа Епифановкой Под этим искаженным названием Она продолжала упоминаться В краеведческой Литературе Вплоть до начала 1990-х годов При разделе земель Село это большое гнездо Между сыновьями Село Рождественское Вошло в состав Стародубского княжества В 1567 году Коврова Была подарена Князем Иваном Семеновичем Ковровым Суздальскому Спаса Ефимьевскому Монастырю И оставалась Отчина и монастыря До 1764 года Между 1630 и 1700 годами Точная дата неизвестна В селе Коврове На средства местных христиан Был возведен Каменный Престорождественский собор Будь здоровы Спасибо. Так, движение по объездной. Мимо Владимира дорогу сделали недавно, может быть год, может быть два тому назад. Качество дороги изумительное. Объездная дорога Владимира. Можно ехать через Владимир, как говорил Валентин, но там потери по времени на светофорах. Руки помыть. Иди мой руки. Я закрой так хорошо. Сейчас приду помогу. Головком покушала, руки помыть ему, блин. Сейчас хорошо различимы, что слева, что справа. Деревья, где березы, где сосны. Березы все желтые уже. Сосны зеленые. Деревья, где трехлезы. Сосна. Ирвей. Продолжение следует... Маршрут Москва-Тюмень, 2 серия, трасса М7, объезд Владимира. 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 С левой стороны походу река Клязьва. Расстояние примерно километр. С левой стороны походу река Клязьва. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Ну вот, в принципе, и объехали. Объехали Владимир и... Объехали Владимир. Объехали Владимир. Объехали Владимир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямые трансляции с трассы... Продолжение следует... 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 Кстати, вилле и трансляции формируем не только из окна поезда. Авария какая-то в правом ряду произошла, прямо рядом с постом, они не разбирали эту аварию. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok